Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители. Здравствуйте, вы смотрите очередной выпуск программы «Стратегия и тактика». Сегодня наш гость, депутат Государственной Думы Виталий Валентинович Милонов. Всем вам, я полагаю, хорошо известный. Представлять его особой нужды нет. Здравствуйте, Виталий Валентинович. Добрый вечер. В прошлый раз я в рамках этой программы беседовал с господином Михайловым, бывшим губернатором Псковской области, и пытался выяснить у него, как у человека, который достаточно долгое время был внутри властного механизма, и как бы изнутри видел, как движутся эти шестеренки, как там, значит, за кулисами какие там приводные ремни существуют. Я хотел у него выяснить, почему у нас складывается такая странная ситуация, что некоторые вполне себе замечательные, правильные, здравые посылки и тезисы, которые озвучиваются на самом верху, которые президент Путин озвучивает, они потом как-то, по мере того, как они спускаются вниз к исполнителям, они это самое, как вот сказал Гамлин, да, теряют, Шекспир, теряют имя действия. Понимаете? Они как-то куда-то, непонятно куда исчезают. Но, честно говоря, не знаю, может быть, Михайлов не захотел мне это объяснить, я вот так и не понял. Вы находите сейчас в Государственной Думе, это хотя и не исполнительная, а законодательная ветвь власти, но это тоже ветвь власти, безусловно, да, и вы тоже со своей стороны можете изнутри наблюдать, как эти шестеренки крутятся. И вот у меня, например, такой вопрос возникает. Например, вот в стратегии государственной национальной политики, которая была утверждена указом президента в декабре 2012 года, как раз когда Путин решил идти на третий срок во власть и так далее. Там сказано, российское государство создавалось как единение народов, системообразующим, ядром которого исторически выступал русский народ. Благодаря объединяющей роли русского народа на вековому межкультурному, межэтническому взаимодействию на исторической территории российского государства сформировалось уникальное культурное многообразие и духовная общность различных народов. И вот у меня возникает вопрос. Это стратегия политики, государственной стратегии, государственной национальной политики. Я так полагаю, что эта стратегия для своей реализации, она должна обретать плоть и кровь, в том числе в законодательных актах. Для того, чтобы можно было ее реализовывать, чтобы существовала правовая база. Вот объясните мне. Путин после этого, кстати говоря, свои знаменитые статьи публиковал, помните программные, в 2012 году, о национальном вопросе говорил. Вот что предпринимает государство, чтобы укрепить эту системообразующую роль русского народа, если она так важна, как сказано. Вот Государственная дума, как она законодательно это обеспечивает? А если не обеспечивает, то почему? Если мы вспомним 2012 год, то тогда был период, когда все, собственно говоря, началось. Вся эта мерзость, вся эта продажная мразь на Болотнах завела страну на порог новой либеральной революции, на порог нового февраля. И тогда и президент, и его окружение осознали, что без четкой опоры на истинные ценности идти дальше нельзя. И тогда как раз и начался процесс, помните, и закон так называемой Димы Яковлева, и многие другие вещи. Задолго до Крыма все это произошло, как раз за два года до Крыма все началось. И если бы не вот эти стратегии национальной безопасности и так далее, наверное, и Крыма бы не произошло. Нация, страна была готова к этому. Она была готова к тому, чтобы дать бой неолиберальным ценностям, которые крались, так сказать, по всей нашей бывшей Советской империи. И что касается стратегии, то сама по себе она прекрасна. И я даже знаю, что в Петербурге организовано целое движение, называется стратегия. То есть те люди, которые, прочитав ее, поняли, что вот вокруг чего мы должны объединяться. И, собственно говоря, экспертиза, мотивация, происхождение как новых законов, так и новых каких-то распоряжений должна основываться на тех ценностях, которые заложены в этой стратегии. Там, где заложена функция, образующая русского народа, где традиционные ценности являются предметом особой заботы и охраны государства. Именно это так не нравится тем, кто пытается на своем уровне затормозить, отменить. Потому что, что греха таить, президент и его ближайшие соратники говорят об этом искренне. А многие люди на уровень ниже уже совершенно неискренне. Это спящие либералы, это те, кто сейчас искусственно мимикрировал, притворяются, но на самом деле ненавидят нас. Они ненавидят наш народ, ненавидят нашу историю, нашу самобытность. И для которых вопрос их условного патриотизма, это всего лишь вопрос некой мимикрии. Простите, вот сразу зритель спрашивает, а кто эти предатели и что они пытаются продвигать, и насколько это опасно для госаппарата. То есть, я сразу говорю, что я понимаю, что речь не о фамилиях, но хотя бы можно обозначить какие-то структуры, которые являются точками опоры для противодействия вот этой путинской стратегии. Это, конечно, и многие люди из экономического блока. Экономику страны можно развивать двумя путями. Опираясь на национальные интересы, опираясь на национальные силы и строя экономику, базирующуюся на получении преференции для нации. Для всей нации. Мы не говорим русские, татары, чечены. Мы говорим о большом этносе нашей русской нации любой национальности. То есть, о России. Можно так строить экономику? Можно строить экономику по известному пути. Путем максимальной глобализации, интеграции. Когда все экономические рычаги и механизмы принятия будут находиться не внутри России. Не у русских, там, татар или башкиров, а будут находиться в Нью-Йорке. И оно так проще. И самое главное, что реализуя эту стратегию, ты будешь получать нужную помощь оттуда. Ведь, собственно говоря, вся абсолютно автономная экономика Советского Союза была полностью переделана под часть, под шестеренку Уолл-стрит достаточно быстро в России при Ельцине. И вот здесь как раз мы сталкиваемся с тем, что многие люди имеют свои, в силу того, что у них есть бизнес, крупные структуры и так далее, они не ориентируются на страну Россия под названием. Они люди мира. Их яхты отирают пирсы во Франции, в Монако. Их дома не только в Подмосковье на пресловутой Рублевке, их дома в Майами и в других местах. То есть это люди, которые имеют обязательства. Они заложники. Помните, как во время татаро-монгольского иго, так сказать, брали в заложники. Аманаты. Да, вот они заложники, только они не под угрозами отдали заложники себя и свои семьи, они добровольны. Они с радостным повизгиванием, по-моему, туда. Махая своими хвостиками, тряся своими ушками, они туда побежали. И, естественно, для них экономика национально ориентированная, когда национальные интересы будут стоять во главе угла, она неприемлема. А, естественно, такую экономику можно строить лишь усилиями людей, которые опираются и искренне верят в страну, искренне верят в ее нацию, в ее народ. Но они не такие. Они искренне верят в том, что они должны стать частью той глобальной, извините меня, масонской системы, которая существует, и верно поддана ей служить. И сдохнуть в этой системе, рано или поздно окруженной, так сказать, своими друганами, бесславно, по сути дела, сдохнуть точно так же, как их прадедушка, духовный, конечно, прадедушка, сдох на веревке, на гнилой осине сухой, которая обломалась, и барюха вспорола. Да, да, вы иуды имеете в виду, да. Но тогда, вы знаете, возникает такой вопрос. Вот то, что вы говорили про этих всяких граждан мира, которых карманы набиты миллионами, а может даже и миллиардами, это, в общем, общее место. Это все знают. Но если это знают, понимают и чувствуют, те люди, которые, по вашим словам, окружают президента и искренне говорят об интересах России, если в Государственной Думе есть люди, которые тоже это все понимают, возникает вопрос. А почему весь пар в гудок уходит, а вот почему тогда та же самая Государственная Дума, вы же там, Единая Россия, обладает еще подавляющим преимуществом, да, не создать соответствующую правовую базу для того, чтобы этих вот господ утеснить, скажем, да, а русские национальные ценности, наоборот, так сказать, вбросить, положить в основание всей государственной деятельности. Что мешает-то? Я не хочу сейчас отталкиваться от какой-то партийной принадлежности, ведь Госдума, это такая сейчас нынешний состав Государственной Думы, он, слава богу, вроде как базируется на догмате, там, так называемого крымского консенсуса, то есть там все партии, в общем, осознают необходимость национального примирения и соответствующего курса. С другой стороны, ведь мы же там в меньшинстве, ведь нас-то меньшинство, вот когда мы ставим вопрос по существу... Мы это кто? Мы это русские патриоты? Ну, знаете, я считаю, что я не достоин себя вот так вот сам себя именовать, да, я хочу быть русским патриотом, я стремлюсь, но русский патриот это человек для меня абсолютного героизма и... Я переформулирую вопрос, то есть люди, которые находятся в Государственной Думе и хотели бы быть настоящими русскими патриотами, они находятся в меньшинстве? Безусловно, когда мы ставим вопрос, ну, про то, что в угоду какой-то дьявольской машине у нас процветает иродианство, так сказать, когда и по какому-то новому ироду мы приносим миллионы младенцев ежегодно в жертву. Миллионы младенцев. Но вы имеете в виду эту страшную проблему с абортами? С абортами, да. Вот посмотрите, с точки зрения человека, который живет в стране, любит страну, считает себя частью страны, русским человеком считает себя, он вот как любой человек может хотя бы на секунду усомниться в абсолютной ужасности этой проблемы, чудовищности этой проблемы? Или как можно отрицать то, что слова Спасителя, когда он показал на будущего святого Игнатия Богоносца, не мешайте детям ко мне приходить, вот он говорит, не мешайте, а мы мешаем. А мы говорим, а как же интересы того мелкого меньшинства, вот этого, опять же, визжащего с поросячьими носиками, там, с хвостиками, который будет кричать, что а где права атеистов? Хотя мы знаем, что никакие они не атеисты, никакие они не агностики. Они сатанисты. Они, да, абсолютно сатанисты, другие тоже есть там люди. То есть, когда нужно, они сразу начинают говорить, что мы атеисты, и наши права должны быть защищены. Мы детей, а, первый этап, убиваем миллионами в год. Второй этап, мы пытаемся возрастить их вне подлинных знаний. Мы вместо молока поем их каким-то порошком синтетическим соевым, вместо нормальных ценностей в школе, вместо нормального воспитания и подлинного патриотизма, мы пытаемся проявить им какую-то ложную суррогатную тряпку. Понимаете, вместо того, чтобы любить родину в результате своей веры, когда патриотизм есть глубокое искреннее проявление любви к Богу в человеке, мы говорим, есть другой патриотизм. Вот тот, который, знаете, Russian Derivation, такой вот пиво, концерт группы какой-нибудь там на площади, флаг там потрясти, поорать, там девка на плечах сидит там полуголая. Баня, водка, гармония, лосось. Вот такой тип патриотизма мы пествуем, а мы все прекрасно помним, что это патриотизм образца 1914 года. Патриотизм, который закончился глубочайшей трагедией. Это как патриотизм опьянения, когда за пьяным разгулом следует неминуемо тяжелейшее похмелье и разочарование, пустошение, уныние. Так вот, сейчас пропагандируя вот этот квасной, никому не нужный, интуристовского типа патриотизм, мы сами себя вгоняем в яму, из которой нам будет тяжело выбраться. Мы сейчас не реализуем данную Господом возможность и мандат доверия, который получен от общества, от нации, на то, чтобы полностью изменить систему образования детей, просто с механического копирования каких-то знаний на воспитание детей. Ведь помните, даже в советские годы, я хотя никогда не любил, честно говоря, коммунистическую идеологию с самого детства, их, честно говоря, недолюблив, но там были прекрасные стихи, там идеологи-то нормальные были. Помните, зеленая тетрадка за две копейки, которая была у каждого, и сзади были обязательно стихи, там, Орленок, и еще там были, чему учат в школе, с детства родину любить, воспитанными быть, учат, чему учат в школе. Это тетрадка по русскому языку, которые были в линейку, а по математике, которые в клеточку, там была таблица умножения на обратной стороне. Так вот, таблица умножения, это то, что сейчас единственное, что пытаются в нас воткнуть, и я, когда выступаю, предположим, перед выпускниками школы на последних звонках, я говорю, все замечательно, но вот посмотрите, по результатам экзамена, ЕГЭ так называемого, это тоже либеральный опыт над нашей страной абсолютно поставлен, вернее, копирование либеральное, я говорю, вот к чему вы пришли, что вы знаете? Вы знаете, ну, некоторые формулы, вы умеете складывать, вычитать и умножать. Достаньте из своих карманов ваши телефоны. Даже самый скромный ученик, обладая телефоном за тысячу рублей, там, примерно, там, ну, допустим, там, в Петербурге и в Москве, как минимум, да, он достает телефон, я говорю, знаешь, вот твой телефон за тысячу рублей умнее тебя в несколько раз, потому что процессор быстрее твоего человеческого мозга умеет слагать, вычитать, а зайдя в глобальную сеть интернет, он может столько формул произнести тебе, что тебе и не снилось, ни один Вассерман столько не запомнит. Это что значит? Это значит, что компьютером... Обидели Вассермана, обидели. Ну, нечего ему было бежать к этому партию, к Миронову, понимаете, потому что нельзя быть в партии, патриоту, которая пропагандирует либеральные ценности. Его лидеры, партия Миронова в Петербурге борется с Исаакием. Я знаю, да, там у них какой-то бесноватый есть, который чуть не самый главный среди этих. Бесноватый Леша Ковалев, человек, который, честно говоря, некрасивые истории имел с финансированием ремонта церквей, в результате чего кто-то там какие-то органы имели к нему претензии. Ну да ладно, бог с ним. Он обиделся. Подождите, Виталий Валентинович, я вот слушал вас, и все-таки вы простите меня, ради бога, хочу немножко вернуть нас к началу нашей беседы, потому что вы говорите совершенно правильные вещи. Говорите хорошо, ярко, существенно более ярко, чем подавляющее большинство тех депутатов, которые появляются на экранах телевизоров. Но я вас спросил немножко не об этом. Понимаете, вот, во-первых, вы сказали про русских разных национальностей, что у нас есть русские разные национальности, да? А вот я, например, не согласен. Вот я русский русской национальности, и я не очень понимаю. Я думаю, кстати говоря, что чечены не согласны тоже, что они чечены русской национальности. И вообще, вот, получается у нас, как в той пословице, шаг вперед, два шага назад, да? Вот после этой замечательной стратегии государственного развития национального... А я почему к национальному вопросу возвращаюсь? Потому что, на мой взгляд, корень всего – это национальная и духовная основа общества. Они слиты, спаяны воедино, вот эти вот, национально-религиозный фундамент русский, да? Вот, если мы его, так сказать, не установим, то у нас ничего не получится. Ну, так вот. Значит, после этого, уже 31 октября 2016 года, Путин поручил, собрал людей, значит, и поручил подготовить законопроект о единой российской нации. То есть, это такой... Я, честно говоря, даже не поверил, когда первый раз вот все это смотрел и слушал, да? То есть, это такой чудовищный рецидив советской тупости. Значит, Савдепия, она объявила, что у нас сформировалась, помните, да? Новая историческая общность, советский народ. И как только эта новая историческая общность сформировалась, вся эта Савдепия рухнула тут же, да? И разные части этой новой исторической общности начали резать друг друга так, что там кровища холестала, будь здоров. Теперь мы пытаемся повторить тот же самый безумный опыт, какая, позвольте, российская нация. И, кстати, и всех туда, этих самых старперов, всех они уже там, я думал, столько не живут. Там всякие Тишковы, там, академики и прочие. Они там из Нафталина, с Советского Союза еще, понимаете? И они теперь, значит, Путин сидят перед ним, он говорит, да, давайте о единой российской нации. Но, слава богу, правда, не получилось. Вот 7 марта комиссия на первом же заседании собралась. И знаете кто? Кстати, русские-то, нерусского происхождения, которые русские якобы, они-то все, извините, промолчали, язык известно куда засунули. А знаете, кто вас стали? Нацмены. Разного рода чечены, ингуши, кабарда. Они сказали, какая единая российская нация? Мы хотим оставаться кабардинцами, а мы чеченцами. А мы будем, так сказать, там, лакцами, аварцами. И в результате все это, кстати говоря, если бы русские возмутились, сказали бы, да ну вас нафиг, заткнитесь там, шовинисты, фашисты. А этих вроде обижать нельзя. И в итоге, значит, человек предполагает, а бог располагает, что называется уж, простите мой французский, непроканало. Непроканало это дело. Но как же так? Хотел бы вам возразить, что в том плане, что мы все мыслим себя людьми, безусловно, разных национальностей. И в нашей стране они живут исторически и надеются, что будут жить долгое время еще мирно, по-братски. Потому что дружба народов – это естественная альтернатива пагубному мультикультурализму. Но все-таки осознание себя частью русской нации, русского мира, русского суперэтноса, русского, оно присуще для всех здравомыслящих народов. И вот как, в общем, и наши предки все, Барклайда Толли, Кутузов или Пушкин, они русские. Виталий Валентинович, неужели вы всерьез считаете, что какие-нибудь лесгины, аварцы или лакцы всерьез считают себя частью русского народа? Вы знаете, исторически на чем было основано? Они действительно не хотят уходить из России, вот дагестанцы. Но знаете, почему не хотят? И они все время просили, и раньше при царе-батюшке просили, дайте нам русского начальника. Но почему? Совсем не потому, что они считают себя частью русского народа. А потому, что они знали, что если будут между собой выбирать, переругаются, резня начнется. И даже если выберут, он будет защищать клановые интересы. А когда большой белый царь из Москвы назначит им своего чиновника сверху, тут будет близкий интерес, общегосударственный, и не будет зависеть от этих клановых разборок. Я уж, простите за, так сказать, но у меня такой вот опыт есть, я тут в тюрьме посидел недавно. Так вы знаете, что чеченцев нельзя даже короновать. Чеченец не может быть по понятиям вором в законе. Он шапку носить не может, не коронует. Он может быть авторитетным человеком, он там может пальцы гнуть. В законе он вором быть не может, потому что абсолютно точно известно, что эти люди не способны быть беспристрастными, когда дело касается их родичей. Так зачем мы запихиваем их всех в состав русской какой-то выдуманной этой российской нации, которой нет? Нет, российской нации нет и быть не может. Российской может быть только сыр. Все мы прекрасно понимаем. И то, что мы, опять же, пытаемся лавировать всегда, да, там, российская, что такое российская? Российская, сделанная на территории России, да. Это географическое понятие. Да, но никак не культурное, не этническое, конечно. И то, о чем, видимо, то, что имел в виду президент, видимо, тогда давно еще заявляя это, он имел в виду некую общую ценность, которую мы все храним в нашей стране. Закон о, я бы перефразировал его, закон о патриотизме, понимаете, закон о сохранении, об охране ценностей, которые нас объединяет, которые являются основой для нашего общественного служения и существования. И в том числе являются основой для служения тех, кто называет себя государственными чиновниками. О том, что мы должны ценить и что мы должны на самом деле защищать нашими действиями. И семья, церковь, вера, отечество, вот это все то, что нам близко, и это то, что на генетическом уровне присуще нашему народу. Но, к сожалению, с помощью манипуляций, всевозможных исковеркований, массового психоза, это можно забить, и вот эти светлые чувства можно отодвинуть на задний план и достать из самого днища ценности потребительства, эгоизма, консюмеризма и прочей гадости, которая, собственно говоря, ни к чему хорошему никогда не приводила. И с вами согласен, почему людям нужен, почему только аварцам нужен царь, а русским, а карелам, а немцам российским. Всем нужен царь, и всем нужен сильный и мудрый правитель. Потому что, извините меня, демократия в России известная поговорка есть. Меня, кстати, после этого американцы мой твиттер заблокировали. Написал, демократия в аду, она не обе царства. Ну, это знаменитые слова святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Поэтому и святой праведный Иоанн Кронштадтский, против которого, кстати, мои бывшие коллеги в Законятном собрании Санкт-Петербурга, ну, понятно, люди, не разделяющие патриотических и российских даже взглядов, они выступали против того, чтобы мы вообще имя святого отца Иоанна Кронштадтского где-то упоминали. Ну что, он же был одним из виднейших деятелей черносотиного, имперского, монархического русского движения. Ну да, и поэтому, кстати, те, кто выступал против отца Иоанна Кронштадтского, как это так получилось, никто не выбрался, никто не смог выбраться почти. Вот те, которые самые яркие были представители. Точно так же, кстати, я могу рассказать забавный случай, когда я предложил в Петербурге со своей стороны выразить пожелание как субъекта федерации внести изменения в Конституцию о том, что, ну, и у нас ошибка просто в Конституции есть, что у нас права начинаются с момента не рождения, а с момента появления на свет. А вот 9 месяцев жизни, которые есть у каждого... Прав нет никаких. Нет, никаких прав. Нет, причем наследственное право есть. То есть государство признает, что это наследник уже в утробе матери. Но как бы какая-то вещь, какая-то вот просто, ну, прыщик такой. Вообще интересно, какой получается юридический казус, да? То есть, значит, если признаются права наследования внутриутробного младенца, значит, он уже рассматривается как... Как человек, да. Как человек, со всеми, так сказать, присущими человеку правами. Да. А почему же тогда все осталось... И медицина наша, прости господи, да, рассматривает его как кусок мяса. И почему, если за два дня до рождения он кусок мяса, почему через минуту после появления на свет Божий он становится человеком? Где происходит этот момент обретения прав? Мало того, что если он в утробе на восьмом с половиной месяце, он кусок мяса, а если он на свету Божьем на седьмом месяце... Он человек. Он человек, да. Но медицина-то на самом деле уже свой грех исправила и покаялась в этом. И официальная точка зрения современной медицины звучит очень четко и лаконично, что жизнь начинается с момента зачатия. Это официальное заявление кафедре эмбрионологии Московского государственного университета. Профессоры там подписаны, все. И что ребенок не является частью тела матери, это очевидно, потому что не может часть вашего тела обладать другим полом. Понимаете, это смешно. Ну, конечно, да. Другим цветом волос и так далее. А на самом деле он обладает точно другим набором хромосом. Это точно не ваш цвет, не ваша часть тела, ну, в смысле, не часть тела матери. Так вот, понимаете, и всегда, когда мы сталкиваемся с этим вопросом, как в Петербурге, давайте попросим федералов, тогда еще и оригинальным депутатам, поменять Конституцию, что ошибка там есть. И что там началось? Просто, ну, беснование какое-то. Я стою на трибуне, меня там распинают, там кричат, идиот сумасшедший, там, уберите его в психушку. И самые такие яркие люди, которые очень мощные были, они выступали против тогда этой поправки и кричали, что я, ну, что я сошел сама, и, в общем, не надо мне давать права говорить больше. И самое вот так вот Господь показал им, да, что три человека, которые были, безусловно, мощнейшими депутатами, по разным причинам многие даже не дошли до выборов, даже баллотироваться не смогли. Кто-то там баллотировался, проиграл с Торецком, неожиданно для себя. А многие даже и с кандидатами не смогли стать. А те несколько человек, которые были, ну, в таком положении, ой-ой-ой, вам могу сказать, не должны были они выиграть, там, их засунули в такие непроходные места, округа, все победили. Смотрите, вот, и Господь показал. И я потом говорю, вот, ребята, вы посмотрите, ну, бог, поругаем-то не бывает, неужели непонятно? И когда я недавно дал интервью одному федеральному каналу, они все удивлялись. Почему я говорю, что я никогда не верил в победу Хиллари Клинтона? Я говорю, да, она не победит никогда. Я говорю, почему? Я говорю, ну, потому что вы не поверите, потому что она проклятая. Ну, проклятие. Вот ее муженек в ночь на Пасху 99-го года проклял ее себя до седьмого колена. Вот проклял. Это как-то? А когда на ночь на Пасху стал бомбить Белград, и на бомбах писали с праздником. Да, с праздником Пасхи, я помню эти страшные фотографии. И вот, помните, это не просто преступление, это святотатство. Это хула на бога, который, ой, не прощается. И поэтому, к сожалению, у нас многие наши федеральные чиновники до сих пор этого не поняли. Задаю вопрос, это, конечно, не в контексте хула на бога, но задаю вопрос министру нашего социального, так сказать, там, защиты нашей, развития, господину Топилину. Так и так вот. Почему у нас работа стриптизершей или разливающей цепи в баре для алкоголиков считается почетной и уважаемой? Потому что если ты всю жизнь разливаешь пиво и водку, то у тебя идет стаж, ты потом приходишь в пенсионный фонд, тебе пенсию начисляют, а в баре там иногда неплохие зарплаты бывают, сами понимаете, и пенсия у тебя достойная будет. А если ты мать и воспитываешь восемь детей, то государство говорит, что ты бездельник, бесполезный для этого государства. Как что он вам ответил? Замечательный ответ был. Я предлагал давно уже, чтобы многодетных родителей признать государственными служащими. Пускай с маленьким окладом, но хотя бы, чтобы пенсия им шла, понимаете, ну, это нечестно. А он говорит, вы поймите, мы, конечно, за то, чтобы дети рожали, ну, дети рожались, рождались, чтобы имели много детей, но это все-таки личный выбор, и это ответственность родителей должна быть. И если они идут на это, они понимают, что у них будут сложности, то есть государство как бы признается. Оно самоустраивает, вы там разбираетесь. Денег нет, но вы держитесь. Если ты хочешь воспитывать детей, то это тебе наказание. И ты в результате максимально, там, 20 лет воспитывая детей, там, рожая каждые, там, полтора-два года по ребенку, вот 20 лет ты будешь рожать, а тебе засчитают только одну четверть этого срока, там, 5 лет буквально. Виталий Валентинович, вот смотрите, что получается. Я, простите, что я вас перебил, но над тем просто можно долго и интересно говорить. Вот ведь что получается, я слушаю вас, и у меня мысль такая, значит, невольно закрадывается, что, по большому счету, вот этот поворот благотворный в такую патриотическую сторону, он был в значительной мере вызван пониманием власти, достаточно холодным и рациональным пониманием власти, что прежний курс, он катастрофичен, они просто не усидят на своих, они рухнут вместе со всей этой системой. И трагедия системы станет для каждого из них личной трагедией в том числе. Плюс к этому начала накаляться международная обстановка. И возник вопрос, а кто нас любимых в наших просторных кабинетах и мягких, теплых креслах? Кто нас будет защищать от наших врагов-то международных? Что, значит, дивизии якутов или, так сказать, я не знаю, там, бригады ингушей придут и защитят Великую Россию, Кремль, Москву и нас любимых? Нет, оказывается, что вот как ни было на протяжении тысячи лет никого, кроме Ивани Русского, который возьмет ружо, пойдет на фронт, надо будет умирать, будет, да? Никого другого нет. И весь этот патриотический поворот, он в значительной мере конъюнктурен. Я сейчас не говорю о личности. Не утверждаю там, что президент так думает, да? Кстати, мне кажется, что учитывая его возраст, по большому счету, да, и опыт, и все то, что происходит, он-то как раз думает, скорее всего, по-другому. Но я думаю, что огромное число чиновников под ним думают вот именно так. И они при первой же возможности хотят вернуть все, как было, там, в 2005 году. Ребята, чтобы нефть по 150, чтобы мы могли бабки вывозить, чтобы дети за бугром, имущество за бугром, а здесь мы просто бабло рубим. Это, значит, дикое поле для охоты. Понимаете? Вы прекрасно все понимаете, что многие люди, они действительно долгое время вынуждены были притворяться патриотами и говорили не то, что думают. Ну вот я, есть один известный телеведущий такой, да, итоговую программу одну ведет, он и про ядерный пепел там что-то говорил, там, вечно такие яркие метафоры. А вот этот ведущий, вы уж меня простите, он же был одним из первых ведущих на демократическом радио России, который такой рычаг был по развалу страны. И я вот смотрю на него, не понимаю, не понимаю. А что это вдруг, вот знаете, сразу вспомнил Каучака, который сказал, не трогайте журналистов, извозчиков, а проституток, будут служить любой власти, да, когда они вошли в какой-то город там, и он дал такое распоряжение. Что такое? И тут бас прорвало. А, говорит, однополые семьи и в России тоже появятся. Это вопрос времени. Я после этого слушать, конечно, его не стал, и смотреть его не стал. Знаете, вот это типичный пример. Хорошо, а что делать, простите, Виталий Валентин, а что делать? Он же не один такой, да? Так, а большинство таких. Не просто Киселев такой. Есть еще один не менее известный ведущий, который вас в том числе приглашал, да? Он, очевидно, считает, что у русских, у них память хватает на неделю и не больше, да? А у нас, у некоторых, во всяком случае, память достаточно хорошая. Мы хорошо помним, что он про русских говорил, когда и как он говорил. Десять лет назад и пятнадцать лет назад, да? Вот, и никаких, так сказать, извинений мы от него не услышали, да? И вот вопрос следующий. То есть, эта данность, нам это может не нравиться, но эта данность, эти люди сегодня реально контролируют. Контролируют. Очень серьезные высоты, информационные, административные, финансовые. Это факт, да? Что мы можем сделать? Какие инструменты есть у нас, чтобы мы могли поменять баланс сил в этой ситуации? Я, прежде всего, думаю, что, конечно же, вот, к счастью, у нас есть официально принятая национальная стратегия. И, опираясь на основные положения этой стратегии, мы могли бы не допускать реализации многих патогенных механизмов в нашей стране, именно проводя анализ и показывая, что эти решения противоречат национальной стратегии безопасности нашего государства. Это сложно, но это возможно. Конечно же, без того, чтобы воздействовать и пропагандировать те ценности, которые близки как раз не к господину Сатановскому, а нормальным обычным людям, живущим в нашей стране, вот мы должны иметь, в том числе, это и моя вина, и мой грех, что мы должны наиболее эффективно доносить, что русский народ, что те, кто живет в России, это люди, которые понимают, что без нормальной системы любви к родине, без нормальной системы нормальных традиционных ценностей государство не сможет существовать. И, конечно же, мы должны эффективно искоренять любые попытки либеральной пятой колонны, которые, ой, там, знаете, далеко не только в жанжаке сидит, кофе в фраппе пьет, понимаете, чтобы не допускать тех попыток контрреволюции. Таких, какая произошла, предположим, ну, например, в прошлом летом, когда, помните, каким-то непонятным макаром притянули закон о шлепках, помните, когда вдруг... Да-да-да, оказалось, что если твоего сына побил на улице посторонний человек, ему ничего не будет. Да. А если ты подзатыльник ему дал, то тебя можно посадить. Посмотрите, мало того, что побил, вот есть подонок такой в Ленинградской области, который автомобилем давил ребенка. Знаете, какую уголовную статью ему подыскали? Хулиганство. То есть, если... А хулиганство при первом привлечении к уголовной ответственности, оно даже не, скорее всего, точно не будет никакого уголовного, ну, в смысле, тюремного срока. Это вам не за экстремизм посидеть, понимаете, в чем дело. Вот. А если ты своему сыну дал подзатыльник или попопе за то, что он плохо себя вел, ты пойдешь в тюрьму и... Ну, сейчас, слава богу, отменили же. Так в том-то и дело, в чем коварство было вот это, понимаете, так сказать, 30-сребренниковое, что они протащили и сделали так, что отмена этого закона вызвала новую волну возмущения у либераствующей публики. Я могу сказать, что главной темой встречи с любыми иностранными корреспондентами за последние несколько месяцев является закон, где они говорят, что теперь в России можно убивать женщин. А не, знаете, эта левацкая идея, этого левацкого интернационализма антифа. Да, я думаю, простите, что это хорошо. Вот я иногда почитываю, значит, прессу, ну, англоязычную, так, с английским языком более-менее у меня прилично, значит, почитываю англоязычную прессу. И вот ведущие, казалось бы, солидные аналитические издания такую чушь несут про Россию. И главное, что они в это верят. Они пишут не для быдла, они пишут для элиты, для западной. И они всерьез в это верят. И я про себя думаю, слава тебе, как хорошо. Потому что если твой враг оценивает тебя абсолютно неадекватно, он не способен понять, что в реальности происходит, он не может выработать систему мер противодействия. Поэтому пусть визжат, пусть пишут всякую чепуху, пусть всякую ерунду пишут. Чем будет мощнее внешнее давление, тем меньше будет аргументов у этой либеральной сволочи внутри, для того, чтобы тянуть все назад, в счастливые 2005-2004, а еще лучше в какой-нибудь 1998 год. Да, с коробочками из-под ксерокса, понимаете, с борьими немцовыми, сидящими в правительстве. А вот еще, простите, ну может быть это даже вопрос для отдельной передачи, но все-таки. Вот я хотел вас спросить, откуда такое, на ваш взгляд, страшное ожесточение? Потому что, вот вы говорили, вы стояли на трибуне и там кричали, подонок, уйди отсюда. Да, выгоните его. То есть, ну политика, это все-таки в значительной мере, так сказать, баланс интересов, да, ты мне, я тебе, там, денежки, посты, размен, туда-сюда, сели, потерли, договорились, компромиссы. А здесь что-то, что прямо личное? Вот этот Исаакий уже навязла в зубах эта тема, да, но тем не менее, никуда от нее не уйти. Ну, с одной стороны, совершенно простенькое, да, очевидное, да, для чего строили? Это построили же храм, ну пусть он будет храм, его же не музеем строили, да. Даже такие либеральные люди, как Басилашвили, уж казалось, уж точно его не запишешь, да, в традиционалисты. Он сказал, я вообще не понимаю, а в чем вопрос, ну строили церковь, пусть и будет церковь, а что всплыть? И вдруг на этой базе это просто какой-то инфернальный такой, значит, рев этот утробный. И там вот вы выступали на митинге, да, и сказали по поводу того, что там, значит, вот варили в котлах. Я потом ради интереса собрал, ну да, что там, значит, предки Вишневского, и так, ну понятно, что Вишневский еврей, да, значит, его предки иудеи, это общеизвестно, и ничего тут обидного для них нет, они всегда, так сказать, относились к христианскому критически, они это и сейчас не скрывают, да, собственно говоря. И в первохристианские времена, когда в Римской империи иудейские общины были очень влиятельны финансовым отношением к другим, они часто просто были, так сказать, ну инициаторами вот этих страшных гонений в первохристианские времена, да. Казалось бы, можно было, ну ты не согласен, да, ну ты отвечай на этом уровне. Я себе выписку сделал, что там только они не наговорили, чего только они не понаписали. А ведь вещи совершенно очевидные, вот митрополит Санкт-Петербургский Ладовский Иоанн, у которого мне Господь судил, мне посчастливилось быть у него пресс-секретарем. Вот он еще в 94-м году, статья у него вышла, называется «Нераскаянное преступление», он написал, «Памятники письменности первых веков христианской эры, дошедшие до нас, едва ли не единогласно свидетельствуют о том, что ненависть к Христу повсеместно заставляла иудеев идти на отчаянные попытки искоренить, уничтожить его учения. Ради этих целей они не брезговали никакой клеветой, откровенно провоцируя римские власти на организацию антихристианских гонений». Ладно, митрополит, он, понятно, он черносотец, хотя ему никто никаких обвинений в экстремизме не предъявил. Ладно, хорошо, Септимий Флоренс, известный больше под именем Тертулиан, известный автор 2-3 века, писал, «Иудеи первые виновники дурных представлений, какие имеют о нашей религии язычники». Тертулиан примерно того же времени. Как только явилось христианство, иудеи стали распространять его последовательные сложные слухи, чтобы сделать его ненавистным всему миру. Ну, в общем, откуда, на ваш взгляд, вот такая... Знаете, я понимаю, что враги наши, они только и ждут, чтобы снова там поднять виск свой поросячий, но ведь мы даже не об этом говорили. Я говорил о Максиме Львовиче Резнике, который, кстати, знаете, он считает себя православным христианином. Он даже крещен, правда, в церковь не ходит. Вопрос в том, считает ли его Господь Бог православным христианином. Я думаю, что к причастию он не приступал уже последние лет 10, ни разу. И уж тем более не исповедовался. Но это Бог ему судья. А Борис Владимирович Вишневский себя иудеем, по вере, не считает. Он везде вопитчик. Он говорит, что он атеист. Что он атеист, или вернее, это агностик. Ну, это какое-то очередное уродство среди атеистов. То есть, это который атеист, но вроде он атеист, но... Благородных кровей. Да, 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 не просто, не интеллигент. Не какой-то арахот нарядческий, а философствующий. Да, 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 с вытянутыми коленками и с майкой такой до пупа, да, с коммунальной квартиры диссидентской под томик Мандельштама и песней о Коджаве. Так вот, когда я о них говорил, я сказал, духовные предки. Причем я понимал, что среди протестующих против того, чтобы Исаакий вернулся в церкви, то есть, чтобы церковь, Исаакиевский собор стал снова церковью, люди разных национальностей, разных вероисповеданий. Но их всех объединяет сатана, который вместе в один явольский горшочек утрамбовал Вишневского, Резника, Ивана Ивановича какого-нибудь, или там Бурова этого, который считается православным человеком. То есть, вот христиане, понимаете, любой национальности, как-то неудея в христианстве не стало, понимаете, мы все христиане. Вот у нас национальность Христос, вот наши христиане, а их национальность – это сатана. И я говорю о том, что их сатана движет к тому, и они же были и теми, кто кричал «распни», они теми были, кто гнал христиан в Риме и заставлял их жить в катакомбах, а не те, кто били, убивали, сдавали, и они же были и троцкими, которые гнали и убивали христиан. Я как раз сказал, что первое покаяние России за преступления богоборческие XX века было принесено не русским, а меркардерам, когда он ледоруб все-таки в голову этого беса, этого гнида этой Троцкого воткнул, так сказать. Первый акт покаяния был. Они, кстати, очень обиделись именно на это, потому что они еще и троцкисты. И вот в чем проблема, что они чувствуют, что опасность не в партийных даже каких-то процентах, опасность системная для них в том, что вера возрождается в народе. И они должны были, почему они взяли вот это вот какой-то взяли там антисемитизм или какой-то бред. Антисемитизм, что это лозунг, вещь, которая придумана ими самими. Без них бы никто про это и не знал бы даже. Так вот, почему они взяли, потому что в Петербурге, вернее разобравшись, но по-другому у него где посмотреть, и мусульмане, и иудеи, и все остальные сказали, ну конечно надо возвращать, ну конечно, ну как, потому что иудеи подумали, ничего себе, у нас синагогу отнимут и откроют там бордель, и скажут, ну удачный бордель, хотите там помолитесь, хотите к девкам сходите, да. Они подумали, ну так же не должно быть, не должно. Мусульмане подумали, ну а у нас что-нибудь отнимут, не вернут. Все сказали, конечно, ну люди верующие, по-своему каждый там верующий, люди сказали, дом бога должен быть домом бога, но у них бог, сатана, у этих либералов, и они все, понимаете, я Максиму говорю, ты говорю, либо крестик сними, либо штаны надень, понимаешь, ну так нельзя, так нельзя, ты называешься православным человеком и выступаешь против бога. Понимаешь, что вот про тебя написано, что тебе легче не родиться, вот тебе легче было бы не родиться, потому что через тебя сатана приносит искушение, и ты людей, которые, может быть, дурачки, не понимают, в чем там дело, ты этим людям говоришь ложь, заводишь их, так сказать, выводишь на митинги, они стоят, эти все жалкие такие вот эти вот мерзкие существа, ручкой друг друга, так сказать, корявые, сцепив вокруг Исаакия, не отдадим, папам, церковь, не отдадим, наши дедушки грабили, наши дедушки выносили отсюда церковные сосуды, наши дедушки иконы срывали, мы наши большевички троцкие, уридские, бесноватые. Простите, так ничего же нового, они же кричали перед Понтием Пилатом на площади, когда он сказал, отпущу человека, да, кричали, нет, кровь на нас, и на детях, когда он руки умыл, сказал, невиновен, я в крови праведника этого, да, что они ему кричали, они кричали, на нас, на нас, на детях наших кровь, распни. Так что ничего нового. Я глубоко осуждаю любые проявления антисемитизма, вот, и ненависти к какой-то нации, я говорю о том, что... Что нужно поставить границы ненависти к христианам. Мы должны понять, что, посмотрите, любое проявление ненависти к какой-то другой нации в другой стране, вызывает чуть ли не национальные войны, но единственная нация, которая позволяет себя топтать, это христиане и православные. Сейчас даже МИД наш начал, слава богу, так сказать, Лавров, все чаще и чаще начал говорить, да, о трагедии христианства, о том, что христианство наиболее гонимая религия, только теперь это говорит министр иностранных дел, еще бы хорошо, чтобы теперь министр внутренних дел сказал об этом, что у нас внутри страны, несмотря на то, что у нас 80% русских и православных людей по рождению, по паспорту, по крещению, по вероисповеданию, у нас внутри христианство является самой гонимой религией. Я согласен с вами, но слава богу, что и министр обороны крестится перед парадом, и министр иностранных дел, Лавров, верующий, человек, который причащается, исповедуется, это очень важно. Еще хотел вас спросить как раз вот об этом. Скажите, вот на фоне этого, так сказать, инфернального взрыва ярости и ненависти, которые вызывают любая попытка русского духовного, религиозного, национального возрождения, и те, кто сталкивался с этим, он понимает, какая степень злобы стоит за всем этим. Если в рамках нашей политической системы, среди людей, от которых реально зависит наша политика, есть вот те центры силы, которые имеют достаточно воли, чтобы этому противостоять, и достаточно понимания, что происходит в реальности. Знаете, Господь не оставляет нам выбора. Господь нам говорит, либо будьте со мною и сохраняйтесь в жизнь, и в жизнь вечную, и в жизнь со Христом на этой земле, либо отказывайтесь, и тогда не будет ни здесь, ни там счастья вам. И мне кажется, что любой ответственный человек, любой человек, который хочет добра своим детям, не в плане направления где-то спать с каким-то там мигрантом где-нибудь в Лондоне, а подлинного счастья своим детям, он просто по-другому поступить не сможет. И, конечно, здесь задача стоит перед каждым человеком, который ощущает себя патриотом, который находится на своем месте в государственной службе, в депутатах, на госслужбе, чиновникам. Понимаете, потому что мы сейчас... Делай, что должен, и будь, что будет. Мы спасись сам, да, но здесь вопрос в том, что мы сейчас вступили в этап очень серьезной войны. Войны не с врагом очевидным, который идет с оружием в руках, а на нем форма другая. На нем действительно форма другая, только духовная одежда, понимаете, армии дьявола. И он хитрее, он лукавее, и он коварнее, он отец лжи, и они, безусловно, люди, которые понимают, что без искушения нашего народа, без лукавства, без обмана ничего не получится. А большевики, когда пришли к власти, они же что обещали? Они обещали, по сути дела, царство Божие на земле. Свобода, равенство, все. И обманули. Но они же создали новую свою религию, религию сатаны. Поставили пергамский алтарь, туда лжемощи, которые тленные, вонючие, которые нужно накачивать этими консервантами, чтобы не завоняло. Химикатами разными. Сделали иконы, члены политбюро, еще помершие герои. Создали уже религию. Накачали идеологии, продержалась, конечно. Но она же была ложная. И сами адепты, уже жрецы в нее не верили. А либерал демократической религии, она разве не является одним из изводов откровенного сатанизма, поскольку она посягает на несвращение всех естественных человеческих законов, и нравственных, и физиологических. Да, это, к сожалению, типичный пример трагедии Древнего Рима, когда, отказавшись от духовного поиска, знать пребывала в распутстве, в пьянстве, в похоти, в садамии. И некогда мощнейшая империя, самой крупной армии, которая держала в страхе весь земной шар, превратилась в ничто. Когда пришли дикие варвары, и своим пинком, своей немытой ноги, кубарем скатывали римских императоров, срывая с них плащи и печать. Виталий Валентинович, я благодарен вам, что вы пришли. У нас время передачи заканчивается. Но я очень рассчитываю, что это будет не последняя наша с вами встреча. Скажу вам совершенно честно, что, как ведущего, мне всегда труднее всего беседовать с людьми, которые пытаются сказать, ничего не сказав. И, к сожалению, среди наших политических деятелей таких людей много. Вы, к счастью, к этой категории не принадлежите. Представляете из себя такое, на мой взгляд, яркое и действительно счастливое исключение. Я думаю, что и зрители со мной согласятся. Неизвестно, когда произойдет эта победа, окончательная победа русского национального, русского православного духа. Но тот факт, что у нас сейчас в структурах власти появляются такие люди, которые не боятся говорить то, что сегодня было сказано в нашей передаче, уже свидетельствует о том, что Россия жива, русский народ жив, и он неизбежно возродится во всем величии своей державной мощи и своего православного благочестия. Подай, Господи, сие и буди, буди. Аминь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова